9 февраля Югра отметит 100-летие со дня основания гражданской авиации в России. За век крылатая отрасль соединила самые удаленные уголки страны. Для развития Югры авиация сыграла решающую роль. Самолеты и вертолеты помогли освоить суровый северный край. И сегодня воздушный флот по-прежнему широко используется в регионе. В Югре работают 9 аэропортов, включая 3 международных. Это 80 взлетных площадок и более 20 километров взлетно-посадочных полос. Ежегодно на небесные линии выходят 21 самолет и 15 вертолетов. Всего же в авиационной отрасли округа работают 4,5 тысячи человек. Гражданская авиация играет ключевую роль в развитии экономики, социальных связей, развитии гражданского общества в нашей стране. Если брать наш регион, то, собственно говоря, была самым надежным таким навигатором для коммуникации внутри региона, тогда, когда осваивались богатства западно-сибирской нефтегазовой провинции. Накануне в Ханты-Мансийске к столетию гражданской авиации прошла торжественная церемония вручения государственных и региональных наград работникам отрасли. Это отличившиеся бортпроводники, инженеры, диспетчеры, пилоты, специалисты службы безопасности. В общей сложности награды получили 54 человека. Например, почетные звания заслужены работник транспорта Югры, благодарности губернатора и председателя Думы Югры. Сами авиаторы говорят, что главное для них это не награды, а довольные пассажиры. Наши авиапредприятия в 2022 году обслужили более 3 миллионов 236 тысяч пассажиров. А наши компании Югры, это компания ЮТР, которая входит в пятерку крупнейших авиакомпаний страны, компания Нижневар, Тоскави, Арго, перевезли 5,6 миллионов пассажиров. В Югорской городской больнице организовали видеонаблюдение за новорожденными. Бывают случаи, когда после родов маму и малыша разлучают. Но теперь у родителей есть возможность следить за состоянием здоровья ребенка в круглосуточном режиме прямо со смартфона или другого электронного устройства. Видео транслируется только онлайн. Записи не хранятся и не передаются для дальнейшего использования. Решение открыть родителю доступ к ним принимает заведующее отделение. Родители и медики оценили новшества и рады возможности сделать пребывание маленьких пациентов в стенах учреждения еще комфортнее. У нас появились условия, когда мы можем маме в режиме реального времени дать возможность пообщаться с ее ребенком. Она может посмотреть, как он двигается, как за ним ухаживает персонал. Она может понаблюдать, как он спит. И когда мама видит ребенка своего, это является дополнительным стимулом для той же вырубки молока. Лучше проявлять заботу о четвероногих в рамках закона, уверены в Нижневартовске. Здесь дошкольники помогают бездомным животным. Детский сад «Радость» присоединился к защитной акции «Снежный пес». Дети собрали 60 килограммов корма и передали его активистам Центра помощи безнадзорным животным «Собакофан». Сейчас на попечении этой некоммерческой организации находится около полусотни взрослых собак и совсем маленьких щенков, которым необходимы лечение, передержка и питание. Воспитатели и зоозащитники провели для детсадовцев тематический урок добра. Дошкольникам объяснили, что число бездомных животных увеличивается, в том числе и по вине самого человека.